Получить сбалансированный документ, отвечающий интересам всех жителей республики. В эти самые минуты проходит сессия Государственного совета, где уже успели обсудить параметры бюджета на предстоящие три года. Главный финансовый документ уже рассмотрен в формате расширенного правительства в комитетах парламента. Состоялись публичные слушания. Сегодня проходит первое чтение законопроекта. Судя по представленному документу, республиканский бюджет на 2022 год будет дефицитным. Расходы составят более 70 миллиардов рублей, доходы около 67. При этом, как подчеркнул министр финансов региона Михаил Ноздряков, бюджет остается социально ориентированным, направленным на поддержку муниципалитетов. Львиная доля средств будет направлена на здравоохранение, образование, строительство, культуру и спорта, а также реализацию госпрограмм по развитию села. Собственные доходы на 2022 год планируются в размере 34 миллиардов рублей и составят 52% в общей сумме доходов республиканского бюджета. Налоговые доходы являются основным источником доходов и в разрезе всех видов налогов прогнозируется рост их поступлений. Если взять все расходы бюджета к уровню 2019 года, то есть до пандемийного периода, то они растут в 2022 году на 15 миллиардов 563 миллиона рублей. Необходимо отметить, что запланированные расходы бюджета все-таки социально ориентированные, инвестиционные и программные. Михаил Ноздряков, презентовавший парламентариям законопроект о бюджете, стоял у трибуны полчаса. Затем из зала посыпались вопросы, почему в главном финансовом документе региона совсем не учтены интересы детей-сирот, садоводов, огородников. Заложено мало средств для подведения инфраструктуры на участке для многодетных семей. Нашлись ли у руководителя Минфина ответы на все эти вопросы и как в итоге проголосовали депутаты. Об этом расскажем в вечернем выпуске в 21.05.